Всем привет! С вами тестовая лаборатория Олди и я Иван Королёв. Мы снова находимся в галерее компьютерной эволюции и вот по какой причине. В сегодняшнем нашем обзоре мы познакомим вас с последней новинкой, некогда очень популярной на постсоветском пространстве, компании Polaroid цифровой фотокамерой Z340E с возможностью печати фотоснимков в формате 3х4 дюйма. Но прежде чем говорить о новинке, давайте совершим небольшой экскурс в историю. Первая фотокамера Polaroid с возможностью моментальной печати фотоснимка была представлена общественности в 1948 году. Вкратце, суть моментальной фотосъемки такова. В специальный отсек камеры Polaroid загружалась кассета с набором фотографических материалов и реактивов, дававшая в результате работы устройства позитивный фотоснимок на бумажной подложке. В отличие от стандартной съемки на фотопленку с долгим процессом проявки и печати фотографии, технология, предложенная компанией Polaroid, отличалась необычайной простотой. Все, что требовалось от пользователя, это нажать на кнопку спуска затвора после наведения на объект съемки и через несколько мгновений получить готовый фотоснимок. Это было как чудо, и моментальная фотография очень быстро завоевала популярность во всем мире, кроме, к сожалению, Советского Союза, который на тот момент находился за железным занавесом. И лишь в 1989 году, на пике своей популярности, моментальная фотография добралась и до нашей страны. Именно вот такие фотоаппараты по лицензии компании Polaroid производились на совместном предприятии Светозор с конца 80-х до конца 90-х годов XX века. Эти фотоаппараты были очень популярны среди россиян и выдавали фотоснимки вот такого формата, имевшие, к сожалению, особенность выцветать со временем. Современные фотокамеры Polaroid являются полностью цифровыми. Модель, о которой мы говорим сегодня, не единственная из новой линейки, но она максимально похожа на своих предшественников из 90-х. Polaroid Z340E имеет возможность сохранения фотографий или на внутреннюю память, или на внешнюю карту формата SD, возможность просмотра фотографий на встроенном ЖК-дисплее, возможность кадрирования, а также возможность наложения эффектов с последующим их выводом на печать. Печатающий элемент использует технологию под названием CINC Zero Ink. При нагревании кристалл красящего пигмента на бумаге активируется и получается ярко-цветное фото. Ну что ж, достаточно лирики. Перейдем непосредственно к обзору и по традиции начнем с комплекта поставки. Помимо самой фотокамеры в коробке с ней лежат аккумулятор, блок питания с переходниками для разных типов розеток, кабель USB, ремешок на руку, комплект фотобумаги на 10 листов, диск с программным обеспечением и всевозможная документация. Внешне, как мы уже обмолвились, фотоаппарат имеет узнаваемые черты классической модели Polaroid из 90-х, но при этом количество элементов интерфейса значительно больше, чем было прежде. На верхней панели устройства расположена кнопка открытия откидного ЖК-дисплея с диагональю 2,7 дюйма, который может быть зафиксирован в почти вертикальном положении. Правее — кнопка включения-выключения устройства. Под ней четырехпозиционная кнопка навигации по меню и в центре кнопка «Ок». Ниже — кнопка вызова меню настроек. Ниже — кнопка доступа к быстрому меню выбора режима съемки и трехпозиционный переключатель между режимами фото, видео или воспроизведения. Еще ниже — качелька цифрового зума, кнопка активации режима печати и кнопка спуска затвора с предварительной автоматической фокусировкой при неполном нажатии на нее. Здесь же — дверка для лотка для установки фотобумаги. На переднем торце аппарата красуется логотип производителя. Рядом с ним объектив, лампочка подсветки автофокуса и вспышка. Ниже — микрофон, используемый при видеосъемке, и прорезь вводного механизма фотоснимков. На левом торце расположены скрытые откидной крышечкой, слот для кат-памяти формата SD, разъем для подключения блока питания и проприетарный разъем USB. Тут же расположен динамик и ушко для ручного или ношейного ремешка. Два таких же ушка расположены и на правом торце устройства. На задней панели мы видим кнопку открытия отсека для бумаги и крышечку батарейного отсека. На нижней панели находится резьбовое отверстие для установки камеры на штатив. Габариты камеры. 155 мм на 127,5 мм на 65 мм. Вес — 620 граммов. Технические характеристики. Разрешение матрицы — 14 мегапикселей. Физический размер матрицы — единица деленная на 2,33 дюйма. Фокусное расстояние объектива — 7,53 мм. Диафрагма объектива — f, деленная на 3,25 мм. Встроенная память — 30 мегабайт. Поддержка карт памяти — до 4 гигабайт формата SD и до 32 гигабайт формата SDHC. Формат печати снимков — 102 на 76 мм. Время печати снимка — 45 секунд. Ресурсоемкость аккумулятора — 25 отпечатков. Говоря о функционале камеры, нужно сразу отметить, что она очень хорошо справляется со съемкой в автоматическом режиме. Для более житотошных пользователей есть возможность выбора одного из многочисленных режимов съемки, знакомых любому, кто когда-либо снимал на цифровую фотокамеру формата мыльница. Полных ручных настроек, вроде длительности выдержки или степени раскрытия отверстия диафрагмы, в камере нет. Но базовые, вроде изменяемого значения ISO, формата или качества изображения, тут присутствуют. И доступны, или недоступны для настройки в зависимости от выбранного режима съемки. В меню настроек можно задействовать функцию моментальной печати каждого снимаемого кадра, установить таймер на спуск затвора, включить или выключить автоматический брекетинг экспозиции, настроить зону автоматической фокусировки и лампы ее подсветки, а также другие полезные функции. Нажатие на кнопку печати активирует режим, в котором можно подготовить изображения для печати, кадрировать их, добавить красивую рамку из стандартного набора или из предварительно скачанных из интернета, убрать эффект красный глаз или вывести на фото дату и время. После всех этих манипуляций еще раз нажимаем на кнопку печати и меньше чем через минуту у нас в руках яркая и сочная фотография. Что ж, подытожим. Компания Polaroid вернулась на рынок фотоустройств с весьма необычным для эры цифровой фотографии девайсом, который все же найдет свою целевую аудиторию. Да, печать фотографий в офисе обойдется дешевле комплекта фотобумаги для фотоаппарата, но ничто не сравнится с возможностью моментально получить теплый аналоговый снимок формата, вызывающего ностальгию у всех, кому довелось пожить в 90-х годах прошлого столетия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok